Привет всем дизайнерам и начинающим. Сегодня мы с вами поговорим о документах студии. Меня зовут Станислав Орехов и я руководитель системной студии дизайна. Системная она не случайная, потому что в своей работе мы пришли к тому, что используем 5 типов договоров для того, чтобы проект реализовался от его самого начала до реализации. Вот эти договора, вы их тоже сможете получить в конце видео. Сейчас поговорим о проблемах, которые присутствуют и для чего эти договора нужны, и как эти договора решают проблемы. Все мы с вами сталкивались с разными ситуациями, с проблемными клиентами, с подрядчиками, с прорабами, и все категории проблем, которые возникают у нас на реализации, можно разделить на 4 основные категории. Первое – это проблемы со стратегией. Не каждому дизайнеру понятно, как и в какой последовательности он должен действовать и реализовывать проект. В какой последовательности делать эскизы, сколько вариантов планировок делать, как правильно согласовывать, каким образом согласовывать эти правки, чтобы они потом не изменялись. Когда почти проект уже готов, и на стадии реализации клиент что-то просит поменять. И просит поменять это более того на авторском надзоре, когда уже все деньги, нервы и силы уже закончились, а у клиента 25 вариант, и он просит двигать стеночку. Вторая категория проблем – это категория проблем с общением. Нам нужно на этапе реализации договориться с прорабом, с поставщиками, с тем же самым клиентом, чтобы он не делал изменения, а если делал, то правильно их оплачивал, с супругой клиента, и вообще со многими действующими лицами, с подрядчиками, с поставщиками, которые так или иначе присутствуют на проекте, и каждый из них тянет одеяло на себя. Третья категория – это продажа. Мало того, что мы разделяем все услуги, как разделяем, я сейчас расскажу, мы должны как-то объяснить клиенту, что это выгодно для него, то есть продать эту идею ему. И многие дизайнеры и начинающие профессионалы не понимают, во-первых, как разделить один договор, одну услугу на части, где провести грани между этими услугами и между этими частями, и как объяснить, как продать клиенту, что за каждую часть нужно платить определенную часть денег из общей суммы. Многие клиенты это не понимают, многие дизайнеры это не понимают, и поэтому заключают договор на дизайн проекта, все остальное, получается, идет бонусом, дизайнер не получает за это деньги, а ответственность несет по полной. И четвертое – это следование договору. К сожалению, из-за того, что нет юридических подкрепленных документов, не всем дизайнерам удается отстоять свою позицию, аргументированно общаться с клиентом на равных. Очень многие начинающие и даже профессионалы чувствуют себя как бы ниже, чувствуют себя обслуживающим персоналом. Это ни к чему хорошему не ведет. Ну, представьте, есть доктор, к нему приходит пациент, и доктор говорит, ну вот вам какую операцию делать, или какую таблеточку вы хотите кушать, горькую или сладкую. Такого быть не должно. Я считаю, что профессиональный дизайнер, любой профессионал, должен диктовать свои условия, именно для этого к нему и приходит клиент. Но делать это мягко, ненавязчиво так, чтобы клиент самостоятельно казалось, что он делает этот выбор. Вот о том, как правильно построить стратегию, о том, как правильно наладить общение между всеми участниками проекта, как продавать, как показывать клиенту выгоды от взаимодействия с вами и как самому следовать этим инструкциям, мы с вами и поговорим. Пакет документов абсолютно необходим для каждого действующего дизайнера. Он позволяет решить эти и многие другие проблемы, которые возникают у нас на проекте, и которые мешают нам реализовывать проекты от начала до конца, зарабатывать деньги, испытывать уважение за свою работу, не бояться общаться с клиентами, с прорабами, с подрядчиками, а делать так, чтобы наша работа доставляла нам истинное удовольствие. И практически невозможно нереально этого добиться без самостоятельного понимания, как нам работать. А когда это понимание к нам придет и будет задокументировано юридически и в виде определенного вида бумаг и документов, подписано, объяснено, тогда уже и нам будет работать легче, и самое главное, будет проще объяснить другим людям, почему именно такой порядок действий выгоден и им, и вам, и что следует действовать именно таким способом, таким порядком, для того, чтобы вы смогли гарантировать результат. Замечательная эта система тем, что позволяет и дизайнеру, и клиенту заключать отдельные договора, а клиенту, соответственно, получать отдельные типы услуг в зависимости от того, какие он хочет. Клиенты бывают совершенно разные, кому-то нужна только концепция, а кому-то все в комплекте. Таким образом, мы имеем очень удобную и гибкую схему. Можно заказать отдельный дизайн-проект, можно заказать отдельную комплектацию и сопровождение стройки, можно заказать авторский надзор и услугу управления строительством, когда дизайнер берет в свои руки все и самостоятельно с помощью своих строителей реализует объект. Также дизайнер может официально заключить агентский договор с поставщиками и уважаемыми подрядчиками, и не брать ни в коем случае никогда откаты, а получать честное вознаграждение по договору за поиск клиента. Итак, если эта тема вам интересна, то на курсе по документам вы получите абсолютно все документы в виде шаблонов и сможете получить подробнейшее описание по каждому из них. Вы узнаете, как их соединить вместе, а самое главное, как построить такую же систему для вас. Ваша система может немножко отличаться в зависимости от вашего типа клиентов и в зависимости от вашего типа объектов, и от того, как вы сами планируете работать. Но, тем не менее, у вас уже будут готовые шаблоны, которые вы сможете просто подредактировать и использовать их как свои. Читайте подробное описание этого тренинга, приходите на обучение и вместе построим вашу идеальную систему для вашей жизни и для вашей работы, для ваших дизайнов. С вами был Станислав Орехов. Увидимся на обучении.